Аллилуйя, дорогие друзья, я приветствую вас во имя Иисуса Христа. В Его имени есть для нас все, все. Мы спасаемся этим именем, мы укрепляемся, мы, как говорится, убегаем, как в крепкую башню и находимся в безопасности. Мы решаем свои проблемы через Иисуса Христа, то есть в Нем все. И вот прежде чем буду говорить, такое вот послание ко всем, кто будет слушать, что Бог, Он не просто хочет, чтобы мы в Него верили, но чтобы мы, веря в Него, оказывали влияние, доброе влияние здесь на земле. Каким образом мы оказываем влияние? Да, есть методы, когда мы говорим людям, проповедуем Евангелие, мы молимся за людей, мы благовествуем, все аминь, все правильно, это и есть. Но начало, вот как человеку начать влиять в этом мире? Потому что, когда Иисус был на земле, Он повлиял на ход истории всего человечества. Теперь мы говорим до рождения Христа или после рождения Христа. Новое летоисчисление даже пошло. Жизнь, судьба, человечество изменилось. Иисус, Он оказал самое могущественное влияние, и все Его последователи, они были влиятельными людьми. Поэтому, если мы дети Божьи, если мы принимаем Иисуса Христа, Библия говорит, что мы становимся детьми Божьими, которые не от плоти, не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились. Через веру во Христа я рождаюсь от Бога. И дальше моя судьба, планирование Бога на мою жизнь, это влияние. Это, конечно, личное развитие, личное опознание Бога. И также второе, это влияние. И первое, как мы можем влиять, начиная влиять в этом мире, это молиться. Молиться за людей, молиться за те нужды, которые написаны в Библии. Молиться за людей, за своих друзей, за свое окружение. Таким образом, мы оказываем влияние. Каким образом? Например, молясь за кого-то, я прошу Бога, Бог, приди в его жизнь, помоги ему. Я молюсь, чтобы его глаза духовные открылись. Знаете, как много проблем решается, когда человеческие глаза вдруг открываются, и он видит опасность. Он и меняется, он взывает к Богу. Ведь многие люди не нуждаются в Богу, в Боге, потому что что-то они съели, чем-то они напитались. Представьте, что если вы попили воды, вы больше не хотите пить. Вы как бы утолили чем-то другим, допустим, жажду. И многие люди, они утоляют жажду чем-то другим. Поэтому, когда им грешат Бога, а Боги, они как бы не хотят это. Итак, Бог хочет, чтобы мы были влиятельными. И первое, с чего мы можем начать, это молиться за людей и благословлять их. Это так важно, потому что мир наполнен проклятием. Люди друг друга проклинают, обзывают. Знаете, мы иногда говорим, да не, мы никогда ни одного человека не прокляли. Слушайте, если мы обзывали кого-то, если мы о ком-то плохо говорили, это все в духовном мире оказывает на него большое плохое влияние. Поэтому нам теперь, как детям Божьим, нужно оказывать доброе влияние, говорить о людях позитивно, говорить с точки зрения Слова Божьего, благословлять их во имя Иисуса Христа, просто благословлять их. Вот почему мы молимся за людей. Я вам покажу. Вот наши тетради молитвенные. Вот. Мы записываем туда людей. Записываем и молимся. Берем их все вместе. Протягиваем всей церковью руки и благословляем этих людей. И там абсолютно разные люди. Там люди, с кем мы учились, с кем мы работали, с кем мы в садик ходили. Кого мы только вспомнили, мы записываем в эти списки, чтобы Бог коснулся их, чтобы их жизнь улучшилась, чтобы они наладили свои отношения. И также самое главное, чтобы они определились с вечностью и избрали Иисуса Христа и были в радости. Аминь. Тема проповеди будет называться «Живой Бог». Если верить в Бога, послушайте, друзья, если верить в Бога, то только в живого, не в мертвого, не в религию. Однажды я встретился с одним человеком и стал ему благовествовать о Христе, рассказывать. Он говорит, я знаю Библию, я всю ее знаю. У меня жена верующая, стоит сам курит. И я говорю, ну вот когда ты умрешь, куда ты пойдешь? Он говорит, вот, нормально. То есть человек читает Библию, и она его не меняет жизнь. А знаете, сколько таких людей полно, которые не только читают Библию, делают какие-то обряды, ритуалы какие-то религиозные. И они также неспасенные люди. Потому что вот это какое-то, знаете, определенное такое действие, назовем его как колдовство какое-то, которого Иисус вообще не говорил в Библии. Многие религии это делают. Такое, знаете, оккультное такое, что-то такое особенное, и вот такое, и сякое. Иисус этого вообще не говорил. Нам нужно брать пример с Иисуса, что Иисус делал. Как Он молился, как Он верил, как Он жил. Если Иисус этого не делал, зачем нам что-то делать лишнее? Представьте, многие люди верят в Бога. И не знают своего будущего. И те, кто верят, также знают, что они пойдут в ад. Почему? Ну, потому что им понятно, почему. Грехи. Как я уже говорил, если мы болеем физически, какая-то болезнь, это очень плохо. Но если наша душа больна, в каком случае душа может быть больна, когда есть грех? Попробуй, убери грех. Попробуй, убери грех без Бога. И вот этим занимаются религии сегодня. Очень много в нашем мире, очень много разных религий, которые занимаются самосовершенствованием. Без Иисуса Христа. И это похоже на абсурд. Даже мы, люди, когда моем посуду, мы используем средства. Средства, которые отмывают тарелки от жира. А вот представьте, вы поели жирную пищу. Вкусный плов, например. Или шашлык, свинина там, или говядина, или курица. Все тарелки жирные, все в масле. И ты такой под холодной водой моешь. И ты только размазываешь грязь. Размазываешь, ты не можешь толком вымыть ее, посуду. Этим занимаются религии сегодня. Когда человеку не дают свободу от греха. Ему не дают, он не знает своего будущего. Но что делать в таком случае, если человек, веря в Бога, он не знает. Он научен, например, так. Я у многих людей спрашиваю. Когда ты умрешь, куда ты впадешь? Они говорят, хо-хо-хо, это только один Бог знает. Это только Он решит, куда я пойду. Это говорит о том, что есть грех невежества. Просто не открыли Библию, не прочитали Иоанна 3,16. Не открыли Библию, не прочитали Римлянам 3,23. Римлянам 6,23. Там все черное по белому говорится. Там говорится о спасенничестве. Там говорится, что Бог, это любящий отец, который ждет каждого человека. Так сильно ждет. И все сделал. Бог, кстати, сделал невозможное. Святые небеса. Вот просто представьте, как туда попасть. Ну вот Бог, например, хочет человека туда. Но грех. Бог сам против себя не может идти. Он не может свои законы отменять и нарушать. Грешный человек, то есть человек, в котором есть грех, бунт против Бога, ненависть ко всему святому, он просто не может. Это как вода и масло. Он не может попасть в присутствие Бога, потому что грех – это сила, которая отталкивает от Бога. Как часто я замечал, когда людям начинают свидетельствовать о Христе, они сразу сворачиваются. на часы смотрят. Ой, мне пора бежать. Знаете, их как будто это прям что-то, реакция происходит. Ты ему говоришь о вечной жизни. Ты ему говоришь, лучшее для него желаешь. И он не может это слушать. Он начинает суетиться, на часы посматривать или, например, говорит, да слышь, не надо мне тут навязывать что-то. Многие верят в Бога, но такое ощущение, что он в их жизни или немой, или глухой. В жизни многих верующих Бог такое ощущение. Он либо немой, либо глухой. Не говорит в их жизни ничего. А когда они говорят, то он глухой, как инвалид. Или вообще злой, потому что они его боятся. Боятся злых. Добрых не боятся. Их уважают, их почитают. Но страх это совсем другое. Это когда ты боишься, что сейчас молния тебя шибанет с неба за твой проступок. Или еще чего хуже. В их жизни Бог мертвый. И часто мы видим эти неправильные образы, которые сам сатана рисует на картинах. Мертвого Иисуса на кресте распятого. Его нету там, друзья. Для чего дьявол рисует Иисуса, Сына Божьего на кресте распятого? Для чего? Для того, чтобы он отпечатался в нашем образе. И, конечно, мы тревожить его не будем, потому что он распят. Он мертвый. Как нам тревожить его? Нет, мы должны помнить то, что произошло. Мы должны читать Евангелие. Мы должны читать Слово Божье. Иисус Христос умер. И только три дня был во гробе. В жизни многих людей он всю жизнь во гробе. Он мертвый. Он беспомощный. Ему не задашь вопрос, а задашь не ответит. У большинства людей в их представлении Бог старый. Старый Бог. Или вообще недосягаемый. Он недосягаемый. К нему зовешь, а он занят. Либо он отвлечен. Отсюда идут самые лжерелигии, самые ложные ответвления, что начинают обращаться к святым или к его матери. Вот давайте просто возьмем логический пример из Библии. Вот распятый Иисус Христос на кресте. Распят. Он еще живой. Он умирает. Платит за все человечество. Потому что Иисус умер. Таким образом, он заплатил за грехи людей, чтобы люди вошли во святое святых через его кровь уже чистыми. Как я говорю, что на небо грешник попасть не может. Он должен очиститься на земле и тогда пойдет на небо. И вот Иисус платит цену. Страдает распятый на кресте. Проливает свою кровь. В этот момент под крестом внизу, рядом, стоит апостол Иоанн. Скажем, святой. Святой стоит. Как многие люди поклоняются святым. Просят их о чем-то. И стоит богоматерь. Скажем, обычная девушка. Это обычная была девушка. Просто которую избрал Бог, чтобы через ее пришел и воплотился Сын Божий. Вот стоит под крестом святой апостол Иоанн и святая Богородица. И грешник, который висел рядом с Иисусом на кресте, он обращается к кому? Ко Христу. Вот святой Иоанн и вот святая Богоматерь. Почему он не обращается к ним? Почему он обращается прямо к Иисусу? И почему? Иисус бы мог сказать, поправить его. Знаешь что, грешник? Я, конечно, край муха тебя слышу, но нужно молиться святым. Нужно молиться Богоматери. И тогда они мне передадут. Он же так не сказал. Он лично заговорил с грешником. Он лично сказал, истинно, истинно говорю тебе, сегодня будешь со мною в раю. И все это слышали. Богоматерь, да? Дева Мария, девушка Мария, которая родила Иисуса, мать его, физическая мать, которая дала ему тело. И то была эта воля Божья. И вот святой апостол Иоанн. И с ними не надо разговаривать. Надо разговаривать с живым Богом. И мы видим, что когда Иисус умер, на третий день Он воскрес, и Он разговаривал дальше с людьми. Мы видим, что Он пришел обратно к людям. Он явил им милость. Он простил им грехи. Он любил их, Он учил их, Он вдохновлял их. Он простил Петра, который отрекся от него. Возможно, Он Иуду простил бы, я думаю, потому что его милость велика. Потому что если Петр был прощен Иисусом, то Иуда сделал меньше грех, чем сделал Петр. Потому что Иуда от Иисуса не отрекался. Он его даже поцеловал. Он сказал фарисеям, тот, которого я поцелую, того арестовывайте. Ну, Иуда хотел выйти сухим из воды, знаете, и денег заработать. Он знал, что Иисуса все равно они не смогут арестовать. Он все равно выкрутится. Но все пошло по-другому. Хуже пошло, чем он ожидал. Так зашло далеко, что дьявол пошел в него. И там уже, конечно, было печально. Но Иисус простил бы Иуду, если бы он покаялся. Но он не покаялся, он самоубийством закончил жизнь. Мы верим в того Бога, которого себе представляем, которого нам представили, которого нам благовествовали. Так есть ли Бог на самом деле? И если есть, то какой Он? И вы знаете, Иисус, когда был на земле, Он собрал вокруг себя 12 человек, 12 мужчин. И обучал их. Он их учил. Он открывал им Бога. Он открывал им Отца. И знаете что? Очень важная вещь, что когда Он уже собирался уходить с земли, Он знал, что Ему предлежит сделать, надлежит. Он сказал, что к вам придет Святой Дух. И Он научит вас всему. И Он наставит вас на всякую правду. Смотрите, что мы делаем, пытаясь без Духа Святого каким-то образом познать Бога. Братья и сестры, друзья, я вам скажу, что если мы верим в Бога, нам нужно развиваться в этом. Нам нужно познавать Бога. С чьей помощью? С помощью Святого Духа. Потому что если мы только слушаем людей, у нас будет создаваться только их впечатление. Только их представление. Смотрите, если взять 10 человек и дать им одну книгу, чтобы они прочитали одну книгу, и потом послушать их рассказ, мнение об этой книге. Мнение. Каждый будет со своей стороны рассказывать. Каждый будет видеть, даже если на сцену войдет один человек и скажет, что пишите этого человека, 10 человек будут описывать одного человека, которого видели, по-разному. Кто-то будет говорить о его внешности, кто-то об одежде, кто-то о его характере, кто-то о темпераменте. Кто о чем будет говорить. То есть с разных сторон. И когда мы слушаем только людей, то мы делаем, да, нам нужно учиться. И как мы знаем, что первая церковь пребывала в учении апостолов. Тех людей, которые были непосредственно рядом с Иисусом, они пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба, в молитвах и общении. Они общались друг с другом. Но Дух Святой, именно сам Дух Святой, третья личность Бога, Он пришел к нам, чтобы нас наставлять на всякую истину, чтобы ложь отходила. Ложь отходила. Вы представьте, можно верить в Бога всю свою жизнь, верить неправильно. Я вам точно говорю, сто процентов. Я говорю это со всей ответственностью. Перед Богом можно всю жизнь верить в Бога, думая, что ты веришь правильно. И верить, оказывается, ты верил неправильно. Это ужасно. Слава Богу, если Бог тебе это откроет. Все силы ада брошены на то, чтобы если человек и поверит в существование Бога, то верил бы неправильно. Верил в ограниченного или мертвого Бога. Знаете что, дьявол, конечно, вообще не хочет, чтобы человек сталкивался с Богом. Но у него есть план Б. Вы спросите, чем сатана занимается? Он занимается верующими. Он занимается церковью. Потому что неверующие, ими вообще легко, они в его власти. Можно так сказать, в его кармане. Он занимается верующими, чтобы верующие не познали Бога такой, какой он есть. Этим он занимается, посылая нам разные импульсы в разум, разные представления. Вот человек, например, помолился, раз не почувствовал Бога, дьявол ему тут же говорит, смотри, ты же не почувствовал Бога. Смотри, ты же говоришь, 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 говоришь. Потом не чувствуешь. И такое приходит разочарование. Бог, ты вообще меня слышишь. Бог, ты вообще знаешь меня. Мы сейчас будем читать о том, что Бога иногда ты не можешь пятью органами чувств почувствовать. Его другим чутьем чувствуют. Другим, вообще другой сущностью его понимают. Потому что мы, люди, этот мир воспринимаем пятью органами чувств. Мы видим, слышим, обоняем, чувствуем, касаемся, нюхаем. Таким образом информация входит в нас. А Бог, это что, материя? Дайте мне понюхать, как он пахнет. Раз тебе никто не может дать понюхать, скажут, ты что вообще кощунствуешь? Дайте мне потрогать. Фомаш трогал, я тоже хочу. Или там кто-то скажет, дайте мне попробовать Бога. И знаешь, вот шашлык тебе могут дать попробовать. Или там, я не знаю, вкусное какое-нибудь блюдо, там шоколад тебе могут дать какое-нибудь вкусное попробовать, мороженое, что-нибудь еще. Итальянскую пищу, или, не знаю, американскую, или русскую. Такой, попробуешь, скажешь. Очень смешно, кстати, в интернете, когда иностранцы пробуют русскую кухню. Какой-нибудь там салат, оливье, или что-нибудь еще. И тогда думают, что это такое вообще? Так мы Бога так не можем физически взять и попробовать, почувствовать. Нам дух, нам для этого дан дух. А здесь у человека беда, проблема. Нельзя потрогать, нельзя увидеть, нельзя услышать физическими ушами. Конечно, люди слышат физически иногда, Бог открывается. Но для этого дан дух и духовный человек. Давайте мы откроем Иоанна, 4 главу, 19 стих. Здесь Иисус встречается с женщиной, с морянкой возле колодца. 19 стих. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Он ей там о мужьях стал говорить. Она говорит, вижу, что ты пророк. И сразу перешла на духовную тему. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Друзья, отсюда идут не просто споры. Войны религиозные идут. Двумя пальцами креститься или тремя. Так молиться или так. Надо обряды делать или не надо. Понимаете? Войны идут. Не то, что распри. Войны. И она задает ему вопрос. Иисус говорит ей. Смотрите, здесь в ее представлении только два варианта. Отцы наши поклонялись на этой горе. Это святая гора. Наверху. На высоте. На высотах. А вы говорите, что место, где должно, находится в Иерусалиме. То есть в храме, во святом святых. И вот она как бы хочет разобраться, как же правильно прославлять Бога. Какой же истинный Бог. Как вот это дойти до истины. Смотрите, что Иисус ей говорит, отвечает. 21 стих. Иисус говорит ей. Поверь мне. Она должна поверить Иисусу. Представьте. Она же еще не знает, что это Мессия. Что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Наступает время. И настало уже. Там дальше мы будем читать. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. И дальше. 23 стих. Но настанет время. И настало уже. Прямо вот с этого момента. Он говорит. Прямо вот сейчас. Секунды включились. Сейчас. Когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Давайте представим, да, что Иисус говорит, что сам Бог, сам Бог ищет поклонников, которые не в Иерусалиме поклоняются. Слушайте, другого раньше не было. Сам Бог сказал в Иерусалиме поклоняться. Давид хотел построить храм Богу. Построил Соломон. И там Бог входил во святое святых. Так раньше работало. Были такие представления. Но Иисус здесь говорит. Все меняется. Я становлюсь к человеку намного ближе. Смотрите, не надо вам ходить на эту гору, лезть на нее. Не надо делать вот эти усилия и усилиями достигать Бога. И не надо ехать в Иерусалим для того, чтобы встретиться с Богом. Но поклоняться Отцу в Духе истине. На любом месте. В Духе. А это уже не пять органов чувств. Дух не относится к пяти органам чувств. Вот здесь проблема у душевного христианства. Они хотят, чтобы все по полочкам разложились. Вот картиночку поставил, на картиночку смотришь и молишься. Помолился, в душе стало лучше, пошел на работу там. Понимаете? Человек хочет, чтобы все было 2 плюс 2, 4. Понимаете? Все математическое заключение, знаете, логическое заключение, чтобы было. А Иисус их говорит. Знаешь, в Духе истине. И вот теперь многие христиане не могут понять, как познать Бога в Духе истине. И написано, что Иисус здесь говорит, Отец ищет себя. Отец, Он сразу говорит, что мой Бог, мой Отец, Он не мертвый. Он ищет. Представьте. Мертвые, они ничего не делают. А здесь написано, что Он ищет, Он ходит, Он смотрит, Он изучает, кому открыться, кому нужно. 24 стих. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Почему Иисус это открывает? Почему эти секреты Он открывает? Потому что Его спросили об этом. Послушайте, если Духа Святого не спрашивать, в твоей жизни Бог будет мертвый. Даже если ты, как бы все, даже в Библии читаешь, даже тебе правильно говорят, тебе правильно разлагают, нерелигиозным языком, но без Духа Святого, Он будет все равно омершфленный, как бы. Тебе будут говорить о живом Боге, а у тебя в жизни Он будет проявляться, как будто, знаете, Бога не спроси, и то ли занят, то ли я Ему не нужен. Знаете, как трудно верить в Бога, Которому ты не нужен. И ты думаешь, ну да, Ему там хорошо, Он там развлекается на небе, там Ему ангелы поют, там, знаете, не видел того глаз, не слышал от того уха, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его. Представьте, какая там красота, как там хорошо, и это все Бог, Он это переживает, всю вечность. А я такой здесь на земле, в своих проблемах, в скорбях, знаете, в тупиках, такой, не знаю, Бог меня слышит или не слышит, хороший Он или плохой. Нужен я Ему или не нужен? Мне говорят, что я нужен, но я вижу, что я никому не нужен. Это все работа без Духа. Ты хочешь познать Бога? Тебе нужен Дух Святой, поклоняющийся в Духе. Дух Святой тебе только откроет Бога. Ни один человек, люди, это указатели, они просто указывают тебе. Они говорят тебе, садись сюда, и ты садишься. Проходите сюда. Они тебе просто говорят информацию, они тебе открывают, да, они очень нужны люди, потому что они приносят Евангелие. Но дальше ты должен работать с Духом Святым, чтобы тебе, веря в Бога, не оказаться нищим. Понимаете? Как тот сын, блудный, написано, что он сам про себя сказал, а я сын его, умираю от голода. Сколько таких верующих могут быть верить в Бога? Во всемогущего, который может все и умирать от голода, от болезней, от тупиков каких-то, от разочарования, от пустоты. Представьте, Бог может, так он все может, и ты это как бы слышал, но в твоей жизни он как будто ничего не может. Что делать? Поклоняться Отцу в Духе истине вместе со Святым Духом. Не будь никогда правильным. Не думай о себе, что ты самый правильный, что моя вера самая правильная. В Библии написано, что Слово Божие самое правильное. Иисус сказал, я есть путь истины и жизнь. И Иисус это истина. Ни один верующий человек или служитель, он не может сказать, истина у меня. Я тебя научу сейчас, как надо верить и как не надо верить. Давайте обращаться к Писанию и просить и умолять Духа Святого, чтобы Он открыл все величие Бога. Чтобы духовно мы могли выйти из нашей лодки, из наших пяти органов чувств, мы могли выйти и встретить Иисуса Христа в духовном мире. Что апостол Иоанн пишет? Я был в Духе в день воскресный. Он ничего не затрагивает, пять органов чувств. Он ничего о теле не говорит. Я был в Духе и вот я увидел Иисуса, прославленного Бога. Пусть Бог благословит нас. Давайте мы сейчас помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok